Президент Владимир Зеленский призвал союзников сбивать российские ракеты и дроны над Украиной. Для этого необходима коллективная воля стран Запада, подчеркнул украинский лидер. По его словам, эти ракеты и беспилотники не являются носителями госсуверенитета. Накануне, напомню, Польша подняла авиацию из-за массированного российского ракетного удара по Украине. Об этом сообщило оперативное командование польской армии соцсети X. Военные отметили, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны были запущены. Однако позже в СМИ появились сообщения, что в Польшу таки залетел шахет. К слову, ранее на территории страны уже находили остатки дрона. После осмотра специалистов на деталях аппарата были обнаружены российские надписи. Эту тему подробнее обсудим с нашим гостем Олег Лесны, президент аналитического центра политика. С нами на связи. Здравствуйте, Олег. Доброе утро. Доброе утро. Если отталкиваться от вчерашнего массированного обстрела Российской Федерации Украины и тот случай, когда залетел неопознанный летальный объект, как обычно называют его в Польше, на 25 километров в глубину страны он залетел. Ну и все, что смогли сделать, это за ним понаблюдать и даже не сбить. И он в Люблинском воеводстве просто упал. Погода помешала, как объяснили. Как вы видите, есть ли смысл обращаться к нашим партнерам, если они даже, получается, не могут защитить свои же государственные границы? Смысл есть, и это делает и президент, и министр иностранных дел, потому что это протокол, по-другому мы на них влиять не можем. Есть еще одно более жесткое влияние. Это, не дай Боже, когда-нибудь или ракета, или шахет не просто упадет где-то, а поразит какую-то условно цель, или попадет в инфраструктурный какой-то объект, или еще хуже, если попадет в жилой дом или еще где-то, когда они увидят, что такое эти шахеты, что такое ракета. Потому что, к сожалению, сейчас Запад, рассматривая то, что для нас трагедия, статистикой, ну прилетело там сколько-то ракет, сбили-то сколько-то, да, вот. Ну и что, это ничего не болит на самом деле, потому что это далеко. С другой стороны, Украина предупреждает о том, что нужно начинать сбивать, потому что, а давайте, допустим, следующую версию, что шахет летел не просто так, а его именно направили до этого воеводства и посмотрели максимально, сколько он может пролететь безнаказанно. Может такое быть? Может. А за ним может полететь в следующий раз ракета. И Путина полностью устраивает формулировка, что это не ракета, что это не шахет. Значит, те, куда это летит, они слабые, потому что Украина сбивает, пытается сбить все и называет это теми вещами, которые они и называются на самом деле. Поэтому меня очень сильно беспокоит реакция на этот обстрел и Соединенных Штатов, и Польши, и других. Да, там будет созвано, если не ошибаюсь, завтра Совет Безопасности ООН и так далее, но это же слова. То, что Байден сказал, что он сильно переживает по этому поводу и будет нас поддерживать, и мы никогда не проиграем, потому что Соединенные Штаты с нами, это замечательно, это просто прекрасно. Но, а где же в конце этого выступления или заявления, что в связи с такими изуверскими действиями Российской Федерации мы разрешаем Украине бить нашим вооружением, не только нашим и партнерским, на большие расстояния по законным военным целям. Я не нашел такого окончания этого обращения. Поэтому пока что это слова, а словами «дрона не позбиваешь, ракеты тем более». Ну вот по поводу Байдена, я бы хотел к этому добавить, что издание «Политика» говорит, что Байден в ближайшее время намерен изменить свою позицию по поводу украинских возможностей и нанесения ударов по легитимным целям, как это называет Дмитрий Кулеба, на территории России. Можно ли предположить, что Украина все-таки найдет аргументы для американцев, для других союзников? Ну и, я думаю, главный аргумент – это вот последние эти две волны массированных ракетных атак. Все-таки есть ли хоть какая-то надежда, что удастся все-таки Украине переубедить своих союзников в целесообразности нанесения упреждающего удара по целям подобным на территории России? Или все-таки приходится своими силами, придется своими силами как-то этот вопрос решать? Ну, логика процесса, то есть передачи какого-то вооружения, логика передачи нам каких-то прав и разрешений, она говорит о том, что это будет сделано. Мы додавим, и тут я цинично скажу, Путин нам, к сожалению, в этом помогает. То есть он наносит серьезный урон нашей энергетике, убивает людей. И, конечно, в конце концов, он какую-то грань перейдет, не красную линию, он перейдет какую-то грань боли, грань преступления. То есть оно может случиться каким-то таким триггером для Запада, что вот это у них заболит. Вот Буча у них болела, Мариуполь у них болел. Ахмадед, ну, как-то, кроме возгласов, что это плохо, последствия я не помню, что бы были. Но здесь я остаюсь оптимистом в том плане, что это решение будет принято обязательно. Но дело в том, что вот когда я читаю эти заявления, статьи в политика, все мне в них нравится. Красивые буквы, правильно выстроенные. Но дело в том, что я и все украинцы меряют вот это время до решения не в минутах, не в километрах, не в сантиметрах, а в людских жизнях. Вот в чем истина, да. Когда Запад заявляет, что самая большая ценность для него – это жизнь человека, я уже не устаю повторять, что недавно поменяли 16 русских, да. И там вот эта фраза звучала, что мы сделали, может быть, что-то неправильно, да. Может, что-то такое, что вызывает отторжение в ходе вот этих самых действий. Но мы сделали самое главное. Мы спасли жизнь людей. Что может быть дороже? Так вот, мне вопрос опять, я его задаю уже, наверное, вторую неделю. А чем отличается жизнь этих 16 людей от миллионов людей-украинцев, которые сражаются, которые защищают в том числе не только ценности, но и границы той же Польши и других стран? Чем отличается? Мне кажется, ничем. Тут нужна политическая воля. Я хочу, чтобы Байден ее продемонстрировал. Ну и также мы своими силами пытаемся демонстрировать свою силу, которую мы успеваем, да, изготавливать и наносить имеющимися средствами по территории Российской Федерации по законным целям вглубь этой террористической организации, потому что государством тяжело ее назвать. Так вот, украинские военные ударили по армии РФ новым оружием, ракетой, дроном по Ляныте. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время торжества по случаю Дня независимости Украины. По словам главы государства, это оружие совершенно нового класса, новый метод возмездия агрессору, и что россиянам будет очень сложно даже произнести, что именно по ним и ударило, добавил президент. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин уточнил, что поляныте — это и дрон, и ракета. Ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения. Он подчеркнул, что ракет-дронов будет становиться больше, как и дальнобойных беспилотников, результаты работы которых мы видим почти каждый день. Как вы видите, тут еще важно понимать, да, и немножечко вспомнить о том, что когда Украину разоружали, и она лишалась статуса ядерного государства, а также были дальнобойные тоже средства поражения цели, отданные тоже Российской Федерацией и другим странам-союзникам. И я правильно понимаю, тогда у нас были ограничения касательно производства такого оружия. И поэтому у нас не было все эти годы возможности создавать тот же Штормшедов, условно говоря, да, и другие подобного вида ракеты. Вот как это возможно изменить? Или дальше у нас будет только возможность, или сейчас уже с полномасштабным вторжением у нас есть возможность изготавливать, но просто средств для этого нету аналогов таких дальнобойных ракет, как есть у наших союзников? О запретах я точно не скажу, потому что, ну, я не военный эксперт, это точно. Что возможности у нас есть, это однозначно. Потому что у нас в ракетном промышленности, скажем так, достаточно были серьезные успехи и в лоне Советского Союза, и далее, да, не хватает средств, где-то политической воли не хватало в свое время развивать это. Но теперь у нас просто другого выхода нет, потому что когда нам не разрешают бить по территории России тем вооружением, которое нам дают, это вообще нелогично на самом деле, потому что после того, когда это вооружение попадает нам в руки, оно перестает быть американским, английским, немецким. Оно становится украинским. И вот в распоряжении воина она уже куда нацелена, туда и летит. Ну, логика, видите, процесса, она совсем другая. Тут уже впутывается политика, геополитика, кулуарные какие-то вещи. Но дело в том, что мы правильно демонстрируем, президент об этом заявил, способность самим бороться и демонстрировать успехи, чтобы Запад не думал, что мы сидим, сложа руки и ждем, пока нам манна небесная упадет и мы сможем защищать себя. Нет. Тем более, что сейчас на самом деле я смотрю в перспективу. Я верю в то, что Украина обязательно победит. И вот когда она победит, не если, а когда, у нас будет один из серьезнейших военно-промышленных комплексов в плане БПЛА, мне кажется. Потому что мы опередили, наверное, всю планету на самом деле, чтобы не говорили о Китае, о других странах. Мы сейчас это все не только делаем сами, в основном сами, да, но еще используем, испытываем его сразу же в бою. Такого нету практически ни у кого в мире, потому что, может, у россиян такая еще штука есть. А у нас это вообще классика получается. Это мечта любого инженера, который создает тот или иной вид вооружения, или ракеты, или дрона и так далее. Поэтому я считаю, что поляныция, во-первых, она трудно произносится россиянами, а с другой стороны, она будет четко демонстрировать то, что Украина будет биться до последнего. Вот нам Запад говорит слова и выстраивает это все из буковок, да, а мы делаем конкретные вещи. Да, у нас не все получается, да, иногда мы в чем-то опаздываем, но у нас высокая мотивация. Такой мотивации, к сожалению, нет ни в одной стране мира. И это факт. По поводу Курской области хотелось бы поговорить с вами, Олег. Вот смотрите, я назову, ну, приблизительно назову три месседжа Владимира Зеленского. Во-первых, создание буферной зоны. По крайней мере, защитить украинское приграничье от артиллерийских там и РСЗО ударов, Сумщину, Харьковщину и так далее. Второе, пополнение обменного фонда. И третье, вот как накануне сказал президент, это операция в Курской области компенсирует дефицит дальнобойности. Вот такие, то есть, как на ваш взгляд, что, по-вашему, это курская операция, что она означает на данном этапе и какие плоды может принести в ближайшей перспективе? Ну, из заявления президента и наших военных я делаю вывод, что курская операция не достигла своей кульминации. И цели, которые достигнуты, и о которых пока не говорят, и те цели, которые впереди, о них тоже не говорят, они могут быть очень неожиданными для нашего противника. Поэтому я считаю, что это очень серьезный момент. И для меня, на самом деле, он исторический. Почему? Потому что не уверен, что кто-то может меня там поддержать или не поддержать. Это их, как бы, право. Но я считаю, что курская операция разрушила понятие красной линии. Еще, Олег, есть тоже одна из версий у политических, в том числе и экспертов, и военных, что курская операция должна в том числе принудить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров, конечно же, на условиях Украины. И вот еще также The Guardian пишет о том, что Украина хочет получить от Запада разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия, штормшедов, для уничтожения целей в глубине России, считая, что это может вынудить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий. Как вы считаете, тут же буквально тоже вчера слова Пескова начали цитировать пресс-секретаря правителя России Путина о том, что переговоры с Украиной потеряли свою актуальность. Действительно, ничего не может повлиять на то, что переговоры все-таки будут актуальными для Российской Федерации. Олег. Олег, слышите ли нас? Давайте попробуем наладить связь. Восстанавливать связь с Олегом Лесным. Напомню, с нами на связи президент аналитического центра политика Олег Лесный. Мы говорим о возможностях Украины защищаться от террористических атак. Сейчас мы восстанавливаем с ним связь. Ну и напомним о том, что помимо того, что Запад пока колеблется, то Украина все-таки находит, изыскивает собственные возможности по нанесению ударов по военным объектам на территории России. Тому свидетельство. Недавний удар по информации ГУР по территории склада вблизи города Острогожск. Острогожск, да. Да, тут мы троеточие поставим. И, Олег, вот касательно того, действительно ли ничего не может повлиять на решение Российской Федерации, потеряли свою актуальность, говорит Песков? Я имею в виду. Я думаю, что это формулировка, которая удобна им сейчас, потому что на самом деле они, я имею в виду Российская Федерация, постоянно подталкивали нас через даже наших партнеров, условно, пугая ядерным вооружением и так далее, к переговорам. Им они очень нужны. Они нам тоже нужны. Я не говорю о том, что Украина должна это отбросить и все. Нет, Украине нужен справедливый мир. И справедливый мир четко оформлен в теле формулы мира. А то, что Песков и там Путин и все остальные это капитуляции. Мы говорим о разных понятиях, поэтому они сейчас не видят того, скажем, грунта, на котором бы они могли четко стоять и принудить нас, тем более после Курской операции, капитуляции. Вот какие формулировки. Поэтому на самом деле вообще российским первым лицам верить вообще нельзя просто по определению, потому что они постоянно врут. Но дело в том, что мы на этой доске политической, шахматной, мы ее не перевернули, как говорят некоторые мои коллеги. Нет, мы вывели на эту доску очень серьезную фигуру, потенциал которой еще неизвестен во всяком случае мне. Но я вижу, что есть. И который может не перевернуть эту доску мы не Россия, а изменить ход игры. И я думаю, что в России это понимают прекрасно. И я очень бы хотел, чтобы вот эту фигуру и наши действия Запад воспринял как то, что я уже подчеркал, не знаю, слышали вы или не слышали, потому что свет пропадал, что красных линий больше нет. Остались красные линии только те, которые Запад сам себе нарисовал. Это точно. Спасибо вам, Олег, за то, что нашли время для нас. Напомню нашим зрителям Олег Лесный, президент Аналитического Центра Политика был с нами на связи. Несколько мгновений вернемся в прямой эфир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!